Агюст Ренуар Там он обучался живописи в мастерской одного довольно посредственного художника, а потом сошелся с импрессионистами. Скульптурой Ренуар интересовался всегда, но начал заниматься ее только в 60 лет. К тому времени у него развился сильный артрит. Он писал картины, привязывая кисть к рукам, а создавать скульптуры мог только с помощником. Так вместе с Ричардом Гиновым был создан портрет супруги Ренуара Алины. Работа была выполнена через год после смерти жены и предназначалась для ее могилы. Работа изображает молодую женщину, черты лица которой не идеальны, но привлекательны. Она легко и неуловимо улыбается, глядя мимо зрителя. Волосы с живыми рыжими локонами обрамляет лицо. Дополняет образ кокетливой шляпкой, убранной цветами в тон блузе. Эта фигура, в отличие от большинства надгромных изображений, не несет в себе траурной скорби, а наоборот вызывает живые и радостные эмоции. Интересна техника, избранная художником. Извояние не оставлено монохромным, а раскрашено в нежные розовые тона на манер фрески. Ну вот такое описание я нашел в интернете. Агюст Ренуар, мадам Ренуар. Пока-пока, до свидания. Текст Великий Музей Мира. Пока-пока, до свидания.